Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают за свои слова. Одного русского человека, я помню, когда лётчика вашего задержали у нас, не знаю, за что, незаконного там, не знаю. Я реально не знаю, но я помню, я тогда маленький был, когда его посадили. Вы половину народа депортировали на родину. Это вот человека, убили человека. Не то, чтобы там его посадили, но его убили. Понимаете? А вы вашего сотрудника, вашего сотрудника, мы сейчас будем разговаривать. Успокаивай своих ребят, а мы сейчас решаем здесь. Успокаивай. Хорошо? Давай. Убили человека, бросили мусорку, это разве правильно? Конечно, неправильно. Я еще раз повторяю, когда вашего летчика посадили, половина народа депортирует просто за то, что его посадили. А тут человека убили в мусорку, бросили, а вы ходите... С ОМОНами вашими? Кого вы пугаете? Посадить? Да убейте нас! Нам ничего не страшно, честное слово. Мы их не боимся, я им в лицо скажу, мы их не боимся, честное слово. Они тоже люди. Что они со мной могут сделать? Просто посадить? Да ну нахуй, пусть, пусть меня посадят. Я вас прекрасно знаю, а товарища его не знаю. А вы кто же? Представьте на федерации мигрант в России. Это очень хорошо. По одному. Главное спокойно. Можно? Да, да, мы спокойно. Вот это преступление не первый раз, а второй раз. Вот Шарон по имя, он еврей. Вот тут работает администратор, у него 502 машина. Он еще несколько год назад здесь армян убил, вот прямо возле кафе. То есть именно он? Именно он. Это еще в прошлом году был. Человека убили, на свалку бросили. Это я своим глазами видел. Ты можешь оставить показания? Конечно. Ну давайте сейчас пойдем напишем заявление, заведем уголовное дело. Здравствуйте, это я не первый раз, не второй раз. Я несколько раз, вот в 51-м отделении, вот в Краснодаре. Несколько раз я там был, я хотел заявить. Полномочники говорят, что мы не примем ваши заявления. Потому что наш начальник отделения продано. Я же. Это как его собственная жена. Начальник отделения вот стоит. То есть, получается, что... Хорошо, хорошо. Вы готовы написать заявление, правильно? Конечно. Телефон ваш, скажите, пожалуйста. Мы заявление у вас примем, зарегистрируем, будет заниматься ГСО. 985. Не-не-не, пожалуйста, все занимает. 812. 12, да? 15 дней, 44. Правильно. А все у вас, ваше, 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 ваше. Ис-поше. Да. И все. Соответственно, ис-поше. Я обещаю. Тем более, где мы будем? Я вот, пожалуйста, завтра позвоню. Завтра позвоню. Мы решим вопрос. Вы все собирались парламентами? Нет. Вот это самое главное. Я лишь вами решила. Конечно. Мои подражения. У него тоже есть у всех. Все слышали? Вот. Все слышали? Повторите. Завтра я звоню из ХОКУ. Завтра. Мы встречаемся. Можете приходить, но просто большую тусовку не создавайте. Он формирует, пишет заявление. Мы это заявление оформляем. Даем ему полный ход в правоохранительных органах. Я лично буду это дело курировать. Я член общественного совета ГУВД по Москве. Парад. Хорошо. Absolutely. Пожалуйста. �. Спасибо людям. Спасибо за субботу. Продолжение следует...